Следующий премиум плагин для DJ-класса Fields я хочу вам показать приложение мультикатегории. Из названия уже в принципе понятно, что приложение позволяет пользователям выбирать вместо одной категории сразу несколько. Здесь на скриншоте понятно, что мы можем выбрать при добавлении объявлений какую-то одну категорию и появится кнопка выберите дополнительные категории. Это очень часто бывает, чтобы ваше объявление транслировалось сразу в нескольких категориях одновременно. Это очень часто бывает, когда объявление действительно относится к нескольким категориям. Это может быть за дополнительную плату на вашем сайте, как вы уже сами организуете, я думаю. И это позволяет объявлению быть более видимым для другим людям, когда оно будет добавлено в несколько категорий. То есть достаточно полезный плагин. Давайте его и рассмотрим. Переходим в админку нашего сайта. Этот плагин нужно установить. У меня он здесь вот находится, DJ Classy Fields Multi-Categories, так и называется. Устанавливаю его к себе на сайт. Перехожу в плагины. DJ Classy Fields Multi-Categories. Давайте посмотрим на него. Настрой практически мы не видим. Мы его включаем. Единственное поле — лимит ограничений на количество категорий для фронтальной части сайта. То есть сколько одновременно можно выбрать категорий пользователю для добавления одного объявления. Например, какая-то запчасть к автомобилю к одному, там BMW и еще к каким-то рядом к категориям это может относиться. По умолчанию 5, в принципе, так и оставим. Сохрани-закрыть. Давайте посмотрим на сайте. То есть в данном случае настроек никаких не требуется. Нажимаем добавить объявление. Попробуем сейчас. Я авторизован как тестовый пользователь. Например, я хочу добавить объявление. У меня уже тарифный план здесь приобретен. И вот вы видите, здесь появилась кнопка «Добавить дополнительную категорию». Например, я добавляю какое-то объявление. Категория выбираю на сельское хозяйство. Дополнительная категория. Вот здесь уже у нас показано. Берем, например, цена. Категория. Это уже доп. мода. Но это сейчас я беру к примеру. Сельское хозяйство, мода. Понятно, оно между собой. И вы можете видеть, как можно до 5 штук добавить. Видите, больше нет кнопки. 5 категорий. Так это и сделаем. Просто чтобы посмотреть, как это будет работать. Добавим в разные категории. Одно объявление. Но это очень крутая штука, я считаю. Дальше здесь какой-нибудь тип, местоположение. Сразу выберем, потому что это обязательные поля. И нажимаем «Сохранить». Объявление успешно добавлено. Я добавил объявление не просто так, чтобы показать, как это выглядит дальше. То есть вот в самом объявлении, в категориях, и видите, идет через запятую все категории, которые я назначил. То есть 1 по умолчанию и 5 категорий доп. категории. Вот вы видите. По ссылке можно перейти в ту или иную категорию. Соответственно, если мы посмотрим на объявление здесь, здесь, конечно, я не выводил. Только внутри видно категория. Теперь посмотрим, как это выглядит с фронтальной части, с админской части сайта. Для администратора, например. Нажимаю «Объявление». Можно, например, создать, просто вам показать. Категория и дополнительные поля. Вот здесь основная категория и, получается, дополнительная категория у нас появляется. Видите, здесь тоже с админской части сайта. Все в порядке. Выберите категорию, значит, сельское хозяйство, с зажатым Ctrl клавиши на клавиатуре. Да, я вот могу выбрать вот так вот категории. Причем, как я полагаю, здесь в админке ограничений нет. То есть вот это 5 ограничений, это только для фронтальной части. То есть, если я администратор с админской части хочу добавить объявление, я могу хоть все выбрать категории. Вот такой вот очень простой плагин, но невозможно полезный. Я думаю, вы согласитесь со мной, что это просто что-то с чем-то. Он настолько, казалось бы, прост и настолько крут, что дает такую возможность мультикатегории, что действительно он стоит того, чтобы вынести его за отдельную плату. Нельзя такое добро распространять, мне кажется, чтобы это входило в ядро компонента DJ Classy Fields. Следующий плагин, который я хочу вам показать, приложение вложения. То есть, чтобы человек при добавлении объявлений мог attachment, так называемый, да, вкладывать там фотографию, какой-то документ. В общем, вот сейчас вы находитесь на странице данного плагина. Можете сами также перейти ознакомиться, что он дает. То есть здесь в скриншотах видно, например, при добавлении можно добавить какие-то документы, там поставить ограничения на количество загружаемого объема и так далее. Давайте рассмотрим данный плагин. В админке я перехожу «Установить». На компьютере я нахожу у себя плагин «Файл Attachments». Перетаскиваю его к установке на сайт. Установка завершена. Давайте посмотрим настройки данного плагина. DJ class of fields fields attachments. Переходим сюда. Сразу его включаем. По настройкам плагина. По умолчанию. Включить ли возможность прикреплять файлы на странице добавления объявлений с фронтальной части сайта. По умолчанию встать «Да». Оставляем «Да». В профиле пользователя. У нас же здесь есть профиль. Мы можем войти в свой профиль. Мой аккаунт. Да. Дайте ли возможность загружать здесь какой-то файл. Стоит «Нет». На ваше усмотрение. Ниже опция. Это через запятую показаны те форматы, которые будут допускаться к загрузке файлов на вашем сайте. То есть здесь, в принципе, уже все прописано. Я думаю, как надо. Если нет какого-то файла. Ну, то есть rar, zip, jpg, png, gif, pdf, документ. Я думаю, самые распространенные файлы, они здесь уже добавлены. Можете через запятую добавить свой формат, если в данном списке нету вашего формата. Следующее поле надо будет смотреть. Какая-то некая подпись «Оставьте пустым», написано здесь, чтобы разрешить любую подпись. Или поместите каждую подпись в отдельную строку, чтобы сделать ее доступной в виде списка выбора. Ну, то есть здесь надо что-то внести, посмотреть. Пока непонятно, как это может взаимодействовать с самым смыслом этим плагином Attachment, да, прикрепить файлы. Дальше максимальный attachment, то есть лимит на объем, на количество файлов, точнее, backend. Это в админской части сайта стоит минус 1. А вот именно attachment, лимит, frontend, фронтальная часть сайта, да, то есть для всех пользователей стоит максимальное количество 6. 0 нужно выставить, чтобы снять ограничения. Это именно на количество загружаемых файлов, а уже размер килобайт в килобайтах 2048 написано вот здесь вот. 2048 килобайт равно 2 мегабайта, то есть большой размер здесь не нужно писать. 2 мегабайта считать достаточно. Больше размер не пустит система загрузить к объявлению какой-то файл. Мы сейчас будем смотреть, потестим. И последняя опция, говорящая нам о том, загрузка нескольких вложений. Стоит да. Давайте оставим да. Нажму сохранить. Итак, при добавлении объявления размещается похоже. Видите, у нас есть добавить изображение и похоже окно появляется внизу вложение. Я сейчас поэкспериментировал, поставил максимальный лимит. 2 файла можно загружать и для примера загружу изображение. Нажимаем на кнопку add fills и, например, три фотки хочу закинуть. То есть, на самом деле, видите, вот доступный лимит написано. Я нажимаю ok и 3 не пускает загружаться и загружать только два изображения. Понятное дело, что изображение надо загружать вот сюда. Это просто пример. Здесь может быть все что угодно. Например, pdf у меня просто не сейчас под рукой pdf документа. Что здесь можно сделать? Можно менять так местами, перемещать их между собой. Дальше подпись это название. Название это в документы. То есть, естественно, можно это менять. Потом тут, например, тест 2 и хиты это типа просмотры. Сколько просмотрели данный файл. То есть это будет добавлено вместе к объявлению. Например, это может быть прайс-лист какой-то к продаваемому вами товару через доску объявлений. Вот как-то так. И, соответственно, если вдруг на этом этапе вы решили удалить какой-то или все элементы загруженные. Вот здесь есть кнопку удалить. Вот так вот удаляем и это все удаляется. На первый взгляд вроде бы все работает. Дальше прольет свет на опцию предопределенной подписи уже непосредственно, если мы будем видеть это на сайте. Подпись это имеется в виду вот здесь вот по сути подставлялась название нашего изображения. И здесь я ввел каждую подпись с новой строки. Например, пример и пример 2. Сохранился и как только я это сделал при загрузке изображения, вот здесь вот подпись видите появляется выбор, чтобы я назвал этот документ либо пример либо пример 2. Это может как-то пригодится, но не знаю, симпатичнее, более смотрится, что здесь мощный такой функционал. Например, это можно здесь перечислить форматы, например, zip, pdf и так далее, чтобы человек мог сразу назначить там это zip или pdf выбрать. Просто здесь снова строки можно перечислить или оставить пустым. Тогда, в принципе, там будет подставляться. Вы видели по умолчанию подпись название изображения. Еще раз посмотрим. Вот видите, подпись идет просто название самого изображения. Давайте посмотрим и попробуем назначить из админской части сайта в объявление attachment, чтобы посмотреть сразу, как это выглядит в объявлении. Кстати, уже на момент записи урока я только сейчас обратил внимание, что доступно Joomla 3.9.3 версия. Надо обязательно посмотреть, что там. Пока даже не знаю, что за обновление там. Интересно уже. Так, отвлекся и давайте перейдем к G-классу Fields. Объявление. Я зайду в какое-то свое объявление. В самом конце появляется вкладка вложения. И давайте попробуем загрузить несколько фотографий. Как будто это какие-то файлы. Нажимаем сохранить. Объявление. Это у нас заголовок. И просто посмотреть, как это будет на сайте выглядеть. Вот у нас заголовок. Прокрутив чуть ниже объявление, вот здесь вот у нас перед комментариями, перед социальными кнопками, да, показаны два изображения. PNG, размер и ноль хитов, ноль просмотров. Соответственно, по клику по изображению оно открывается в новой вкладке. Если нам нужно сохранить это на компьютер, да, правой кнопкой мыши сохранить ссылку как. Вот вы видите здесь действительно PNG изображение, открывается окно и на компьютер я могу закачать данный документ. Все у нас работает. Следующий премиум плагин, о котором я хочу рассказать, ну просто, наверное, он будет необходим абсолютно всем сайтам досок объявлений, которые серьезно относятся к своему сайту. Это плагин слов, которые внесены в черный список. То есть здесь из описания можете также прочитать, говорится, при включении плагина и в блэклист, то есть черный список, внесенные слова, те нехорошие слова, которые вы не хотите, чтобы использовать как в заголовке объявлений, так и в описании. И даже в реальном времени при создании объявления, если будет найдено слово из черного списка в заголовке или в описании объявления, то пользователь увидит сообщение и не даст возможность ему опубликовать это объявление, плюс администратору должно отправиться письмо автоматически на почту. И, соответственно, ниже нам говорится о том, что вы можете настроить само письмо, оно находится под идентификатором 30, да, и название новое объявление «Плохие слова». Ну то есть мы с вами уже говорили ранее о письмах, то есть как тут, что нужно перевести, чтобы это все у вас в едином стиле красивенько вам отправлялось. Не знаю пока как работает, но и записание очень интересно, все здесь устроено. Давайте попробуем этот плагин установить и внесем какой-то черный список слов и попробуем, так сказать, создать объявление, используя слова из черного списка и посмотреть, как справится с этим плагин и в целом компонент DJ Classifields. Итак, переходим в админку нашего сайта, как обычно устанавливаем плагин, он находится у меня вот здесь вот, Bad Worlds. Устанавливаем его, переходим в плагины, видим наш плагин, заходим. Настроек никаких нет, только мы можем заполнить блэклист. Здесь, конечно же, вы можете написать, перечислить через запятую все те слова, которые вы не хотите, чтобы они проходили где-то в заголовке или в описании объявления. Я сейчас не знаю, даже, что здесь написать, поэтому я пишу, например, запрещенные слова будут такие. Бомба, зло и взрыв. Вот три слова. Бомба, зло, взрыв. Нажимаю сохранить и давайте протестируем. Я авторизовался, как тест-пользователь и попробуем использовать в заголовке запрещенные слова, но проверим, усложним ситуацию. Не напишем одно слово, напишем несколько. Например, документ, тест, а потом только я пишу бомба слова. Дальше категория. Выбираю категорию, цена договорная, описание. То есть сейчас я добавил вот это слово запрещенное. Что будет дальше происходить? Выбираю, значит, категорию, которая обязательна к заполнению и пробуем нажать сохранить, то есть добавить объявление. У нас объявление пишет, что добавлено, но на самом деле оно отправлено на модерацию, то есть в объявлениях его нет. А вот здесь вот на английском языке, ну по идее надо предупредить, точнее написать администратору, написать разработчику расширения, чтобы он перевел на русский язык вот это сообщение. В этом сообщении сказано, что отправлено на модерацию данное объявление. И мне моментально сейчас как администратору этого сайта пришло уведомление на почту автоматически, ровно так же, как это говорилось в описании данного плагина. Давайте проверим. Я сейчас нахожу на почте, как администратор, вы видите, прямо вот BadWorlds phone написано, да, то есть действительно пришло письмо, говорящий о том, что кто-то добавил только что на мой сайт объявление запрещенными словами. Я перехожу, и вот здесь вот у меня по-английски тоже написано, что запрещенное слово слово найдено в заголовке. Вот она, бомба. Соответственно, вот эти поля вы легко можете сами перевести все на русский. В предыдущих уроках я говорил, где это и как это меняется. То есть у нас уже здесь в принципе все работает. Что мы делаем дальше как администраторы, да? Мы проходим, значит, DJ Classy Fields, объявление, и видим только что, вот вы видите, заголовок добавлено объявление, да, документ, тест, бомба. И вот здесь вот, видите, стоит крестик. То есть это объявление не опубликовано. И у вас как бы два пути. Либо вы вообще удаляете это объявление, либо вы можете его отмодерировать. Вы можете даже прямо сейчас его опубликовать, а оно опубликуется с запрещенными словами. Но, естественно, раз они у нас запрещены, значит, мы их не публикуем. Если вы модерируете это объявление, то надо просто зайти в заголовок и заменить или убрать слова, которые запрещены у вас. Ну, то есть вы уже сами решаете, что вам делать, как поступить с этим объявлением, да? Но оно у вас действительно работает, и к публикации оно недоступно, пока вы вручную его не опубликуете. Итак, я его сейчас удалю. Соответственно, я сейчас потестил и попробовал добавить объявление как тестовый пользователь без использования запрещенных слов. И объявление успешно добавлено без каких-то предупреждений. Давайте посмотрим в админке. То есть остальные объявления при включенном этом плагине прекрасно работают. Вы это видите. Вот я добавил с заголовком Федор объявление. И оно здесь, видите, галочка стоит. Оно опубликовано автоматически. То есть плагин не мешает. Вот этот плагин, фильтр черных слов, да, вот этих, он не мешает работать обычным объявлением. То есть он действительно находит только те объявления и не разрешает их опубликовать, которые имеют запрещенные слова. В этом видео подведем итог. Что нам осталось еще разобрать из плагинов премиум-сегмента? Приложение, планы подписки мы с вами разобрали, Ajax разобрали. Очень интересный плагин, внутренний обмен сообщениями. Вот здесь вот переписка между пользователями. То есть, по сути, здесь будет использоваться сторонний абсолютно бесплатный компонент. Очень давно он уже создан под названием Adime. Это вообще внутренняя переписка, но он как бы работает сам по себе, по идее. Но вот этот плагин коммерческий, он позволяет интегрироваться в системе Adime. Вместе с DJ объявлениями. То есть это очень крутая штука, чтобы пользователь, например, клиент мог общаться с покупателем потенциальным. Мультикатегорию мы с вами разобрали. Дальше приложение, вложение мы с вами разобрали. Поисковое оповещение мы с вами еще не смотрели, также будем разбирать. Приложение счет. То есть еще очень много полезных и интересных плагинов, которые мы не затронули. Предложение плагин мы не смотрели. Приложение Alfa User Points. Это тоже отдельный сторонний компонент. Бесплатный Alfa User Points. Вот так и называется. Это система баллов. То есть начисление баллов за разные действия на сайте пользователя. Alfa User Points. Он работает сам по себе на Joomla. Но чтобы интегрировать его с компонентом DJ объявления, нужен плагин. Вот это как раз тот плагин. Позволяет, так сказать, подружить два компонента, чтобы это было как родное расширение. Скорее всего тоже рассмотрим. По Alfa User Points компоненту у меня есть целая серия бесплатных уроков. На моем сайте fedorvasilev.com. Можете посмотреть. Дальше плагин касаемо SEO. Тоже будем рассматривать. И один из самых крутых, который мы еще не рассматривали. Это возможность добавлять скидочные купоны на покупку объявлений. Тоже очень востребовано. Классный плагин. Обязательно с вами его тоже разберем. Ну и плохие слова мы с вами только что разобрали.